Привет, задроты и задротки! С вами Мисс Кэт. Это рубрика Старые Игры. Сегодня мы проходим в гости к Робинсенам. Это одна из моих любимых старых игр. Во-первых, она сделана довольно качественно для своего времени. Во-вторых, пожалуй, меньше всех купит, потому что, блин, проблемы у меня с ней были только в плане звука, но думаю, это решаемо. Единственная проблема, что смотрите что. Я уже пробовала записывать, прошла немного, и у меня тут внезапно оказалась такая фигня, что у меня ничего не записалось. Это, конечно, ужасно, но что поделать? Точнее как, у меня не то, чтобы ничто не записалось, у меня не записался звук. И поэтому мне придётся перепроходить всё заново, но я сделаю вид, как будто я удивляюсь по-новому всему. Так что я надеюсь, что второй, можно сказать, летсплей получится не хуже первого. Ну и к тому же, во-первых, было много всяких ремарок, поэтому... Так, давайте мы начнём... Да, всё, отлично. Тут вначале сейчас не будет субтитров, но потом они появятся. Так что всё будет нормально. Зачитывать я вам не буду, потому что тут, во-первых, довольно быстро, и чтобы соображать самой, мне придётся читать как-то самой. Ну и вы, я думаю, уже люди взрослые читать умеете. Так что не самое страшное. Это наш главный герой для тех, кто не смотрел мультик. Здесь не смотрели, посмотрите. Офигенный мультик. Операция атакуем. Операция Aquaticuk будет завершена. holderrrr Ох ах... Ахху... Ахху... Как ты ничего сложнее? От Time! Это реально ностальгия, потому что, блин, это одна из моих любимых игр детства, потому что, ну, во-первых, для того времени это графика, еще и такой легкий интерактивчик здесь есть, как-то, просто можешь сам выбирать, что тебе делать. Ну, не в плане заданий, а в плане, там, сканирования вещей, там, допустим, или еще что-то, то есть, тут много всего можно поизвечать, довольно-таки интересная игрушка, вполне себе. Только сейчас я, конечно, не буду заглядывать никуда в лишние места, как у меня было до этого, но там, в принципе, ничего интересного. Я надеюсь, вам это не нужно показывать, ну, вон они все эти кабинетики, там вообще абсолютно ничего нет, я вам честно скажу, поэтому... Кажется, с одной стороны, менее интересно переигрывать, а с другой стороны, зато сейчас не будет никаких и марок, и помарок, и прочего, что надо было вырезать вам, скорее всего. Поэтому, в любом случае, у меня это видео выйдет быстрее того, которое я сейчас рендерю. Да, как бы, я записала это видео рано утром, и потом только узнала, что у меня, как бы, ничего не записалось. Поэтому, изначально у меня все было, как бы, запланировано, и я уже записала другое видео, которое должно идти следующим за вот этим. Поэтому, раскрывать секретов не буду, что это... Ну, как бы, они, скорее всего, выйдут чуть ли не в ряд. С другой стороны, для новых моих подписчиков нужен материал, потому что сейчас у меня начнется скоро школа, я сейчас на больничном. А после того, как я выйду в школу, у меня, естественно, времени будет гораздо меньше. Поэтому... Поэтому сейчас я для вас запишу как можно больше видосов, чтобы вам было что посмотреть. Тем более, я думаю, подписчиков будет много новых. Ну, не в плане того, что количества много, а в плане того, что, блин, любой человек, который зайдет на мой канал, он, скорее всего, меня никогда не слышал. И поэтому, как бы, посмотреть предыдущие видео всегда интересно, по-моему, когда ты заинтересовываешься человеком. Так, вот такая вот у нас локация. Я, кстати, в том видео рассказывала о том, что интересовалась Египтом с детством. Сейчас вам историю даже расскажу. В общем, когда я была маленькая, я много энциклопедий перечитала про Египет, про всю мифологию. Это была одна из моих любимых тем. Так, да, здесь, кстати, в управлении очень интересно написано. Сейчас, секунду. Ну, и мы даже съездили в Египет ради меня. Мои родители свозили меня туда. Но, правда, когда я побывала в первой же гробнице, мне просто стало скучно. И я, в принципе, пожалела о том, что мы пошли туда. Ну, просто представьте себе, идти по жаре. В какой-то непонятный, блин, слад. Тем более, мне было, сколько лет, 12, наверное, или даже меньше. Нет, лет 10 мне было. И, то есть, как бы, ну, мне это показалось совсем неинтересным. То есть, в этом плане, книжечки были для меня гораздо лучше. И, естественно, температура и всё это сказывалось. Поэтому, тоже такой лёгкий дискомфорт для ребёнка. В принципе, мне нравится. Ну, вот это тоже довольно-таки старая тема для игр, чтобы с тобой что-то гналось. В данном случае, катится. Ну, давайте посмотрим. В общем, большое выступление. Ну, не выступление, а как-то. Я не знаю, как это правильно назвать. Видеоряд, так скажем. Немножко офигевший египтянин. Извиняюсь за эти поползающие окошечки Скайпа справа. Я не специально. Я просто, если честно, не знаю, как их отключить. Поэтому они иногда будут вылазить. Так. Нельзя пробраться в гараж, пока там находится твоя мама. Посмотри, что она делает. Пойдём-педойдём. Когда я начинала играть, я не могла вспомнить имени ни одного персонажа. И сейчас я, по-моему, тоже не помню. Ну, не знаю, но я начинаю сделать это. Потому что я думаю, что кто-то просто уйдёт. Потому что мы в этом увидим. Так, с экран-карты. Угу. Эй, тоже ностальгия по такой карте, если честно. Да, вообще. Сейчас, смотрите, какие людишки. Ну, и чё они не орут? Они, кстати, орали в тот раз, когда мы здесь прошли. Вот здесь я долго мучилась. У меня тут целый ступор был. Вот просто представьте себе, что вот эта кнопочка, вот эти две скобочки, это F1. Это просто F1. Я балователь. Так, вот такая, кстати, у нас будет комнатка. Вот эта у нас будет для перезарядки здоровья и всё такое. Ну, это я знаю ещё по старым играм. Я давно же играла в неё. Как бы это помню. Так, сейчас мы идём в лабораторию. Буду стараться вам не спойлерить ничего, что будет в этой серии. Ну, и скорее всего, я пройду её быстрее, чем до 30 минут, как в тот раз. Потому что в тот раз у меня 45 минут ушло на запись. Сейчас, я думаю, мы сделаем это всё оперативней. Чтобы, может, ты могла сейчас обсудить или покорочесть обсудить. Посмотрим. Так, значит, нам сейчас вот сюда. И надо будет забрать вон ту штучку. Я думаю, там никто не хотел её рассматривать особо. Мы её сейчас, в принципе, и так увидим. Прикольно, конечно, штучка такая, но дальше будет всё-таки получше. Значит, я здесь больше молчу, чем в предыдущем видео. Уж извините, я просто не знаю, о чём здесь говорить. Как бы я уже всё выговорила на первом разу. Но, как бы, оставлять вас с видео некачественным тоже не хотелось. Поэтому сейчас перепроходим. Итак, значит, у нас вот такая вот акта настройка. Тоже я не с первого раза догнала, если честно, как там это что делается. Потому что, блин, управление довольно-таки специфичное. Хотя это ещё ничего по сравнению с той игрой, которая будет после вот этого видео. Это вообще нечто. Вообще, я подумаю, наверное, записывать в будущем не только старые игры, но ещё и хорроры. По-моему, это было бы неплохо, потому что девушки обычно боятся играть в хорроры. Да и я, если честно, тоже. Безумно. Потому что криков будет много. Ну, не знаю. Если я решусь когда-нибудь на этом, то может быть. А пока что мы будем проходить старые игры, стрелялки какие-нибудь, ещё что-нибудь. Поэтому посмотрим. Причём плюс как раз этих старых игр, то что их мало на ютубе. То есть, как бы, у меня будет такой немножко эксклюзивного контента. Это как раз будут все мои вот залежи дисков. И будем всё вот это пытаться пообозревать, посмотреть. Потому что мало ли, кто-то, может, и не играл. А кто-то, может, играл уже и подзабыл кому-то охоты пересмотреть. Я просто сама такой человек. Мне бывает, что... Я просто нахожу диски старые или какие-нибудь старые фильмы или ещё что-то, что мне хотелось бы пересмотреть. И просто сижу и пересматриваю. Несмотря на то, что я там досконально уже знаю этот весь сюжет, всё это знаю. Всё равно интересно. Не знаю почему. Крайне мере для меня это так. Так. Ладно. Надо как-то спуститься вниз. Надо придумать, как туда забраться. Я вот не помню, как туда забираться, если честно. Так что здесь сейчас маленько потуплю. Но я думаю, это быстро. Сейчас. Как-то сориентироваться надо. А, и всё, я поняла. Вот сюда. Потом вот сюда. Потом сюда. А, здесь, кстати, будет проблемка, по-моему. У меня он в тот раз вот здесь не залазил. Что такая фигня была. Сейчас покажу. Если здесь сработает. А, вот он у меня вот здесь не мог перелезть. Вот я не знаю, что это за фигня. Наверное, какой-то баг игры. Но, в принципе, чё к ней придираться. Игра старая. Год, наверное, где-то 2010-ый. Может, даже раньше. Потому что я помню, что я совсем мелко в неё играла. Вот. Так, ну а сейчас мы сразу-то сразу всё сделаем. Я думаю, нам не нужно объяснение. Так, всё понятно. Так, ещё внизу. А, вот кнопка. Так, ну вот. До локации, я думаю, мы дойдём до одинаковых. Как мы видим. Ну, давайте сейчас посканируем, маленько почитаем, чтобы маленько воды добавить в это видео. Всё, только совсем скучно. Чисто прохождение. Так, почему-то здесь ещё не работает такая штука. Ладно. Так, какая кнопка там? А, F. Точно. Ласло – это художник в семье. И его обычно можно встретить, когда он работает над своими картинами. Он использует свой пропеллер, чтобы подлететь и подрисовать в труднодоступных местах. Так, мне, в принципе, нравится эта фраза. Довольно-таки нет. А труднодоступные места. Так, ну давайте ещё что-нибудь посканируем. Так, как там? А, F. Да почему я не могу отсканировать её? А, вот. Вот так. Всё. Бирд даёт возможность видеть звёзды, наблюдая созвездия, планеты, кометы и туманности с помощью бирд. Ну, я думаю, это, по идее, не бирд, а бёрд. Потому что на английском бёрд – это птица. Так. Транспортная труба Роминсона представляет собой величайшее достижение в личной технологии транспортировки. Ну и ещё давайте вот... Стой. Вот его? Простану. Стой, стой. Так. Давай ты. Вот. Карл. Одно из ранних изобретений твоего отца. Управляемая многоцелевая роботизированная жизнь. Карл – твой лучший друг. Так. Ну и чё, порушим чё-нибудь ещё? Давайте. Вот. Удар. Хорош. Нам хватит. Я, кстати, изначально думала, что здесь максимум по 100 элементов, а здесь всего по 40. Так, даже ещё меньше. Так, ладно, побежали. Нам сейчас надо к дедушке. Во, наконец-то они заорали. Я уже думаю, что-то как-то странно, что они не орут. Мне нравится сама эта технология будущего. Ну, как автор, можно сказать, представляет всю эту технологию будущего, как это будет выглядеть. По-моему, это довольно мило. Ой. Ой. Дедуля, прости. Так. Как там с тобой заговориться? А, чё? Я гоню. Блин, ребята. Сори. Надо же было сначала туда отсканировать. Ну, вот, видите, даже на второй раз всё равно путаюсь немножко. Так. Вот так. И вот так. Угу. Я, правда, не стала зачитывать, но, думаю, вы сами поняли, что там у меня есть в виду. Ну, если что, поставьте на паузу, прочитайте. Кстати, смотрите, какая тут милота живёт. Смотри. Сейчас. Вот такое вот маленькое щупальце. Миленький, по-моему. Ну-ка. Давайте его просканируем. Левша. Это дворецки Робинсона. Или Робинзона. Я не помню, как правильно. По идее, Робинсона они. Ладно. Никто точно не знает, откуда он, но отлично работает. По-моему, довольно миленький. Так. Эй, эй. Ну, что ты будешь делать? Всё, хорош. Посмотрели, полюбовались и хватит. Вот это вот будет прикольная штука потом. О, домашние поезда. Прикольная штука, мне нравится. А вот это будет тоже потом весёленькая штучка. У нас будет одна перчаточка, которая нам позволит открывать эти двери. Ну, не буду сегодня спойлерить, что там и как будет. Потому что... Ну, почему-то я это помню, что там будет. Поэтому, ладно. Милый дедушка, не так ли? Милый дедушка, не так ли? Так, мюзик-рум. Где у нас мюзик-рум? А, вот она, здесь. Лазло, типа, говорит, что нам делать. То есть, надо отсканировать каждую лягушечку. Да, я знаю, я знаю это. Блин, ребят, ребят, ну оттойди от меня. Всё, всё. Так, давайте начнём в другом порядке. Я хочу, чтобы он сначала запел. Так, Фабиан. Если он сидит где-нибудь в баре, то он играет на тромбоне у Фрэнки. Фердинанд. Его липкие пальцы очень ловкие, и он самый лучший пианист-амфибия. Он играет на басах и продолжает ритм. Фрэнсис. Он может сделать заметки на роге жабы, а его сильные ноги делают его идеальным и незаменимым в группе. Это у нас Флойд. И последний. Фредди. Эти прыгающие ноги пригодятся в игре и при игре на барабан. Ой, ой, заново решила отмирать. Вот это маленький концепт-арт. Полдатчик. Он бы ещё замолчал. Я, правда, не прислушалась, что он там говорит. Так, ладно, Фрэнки. Муколит группа лягушек. Он любит мушиные коктейли перемешанными, но не взбитыми. Так, сладненько. Побежали. Отдаём сейчас дедушке нашему зубы. Держи, дедуля. Так, он у нас на улице. Давайте отсюда улетим. Я думаю, можно здесь прилететь. Так, зал у Вилбора. А, вот точно, у Вилбора его зал. С гостиной нам надо. А из гостиной на улицу. Я просто очень ленивый человек, я поэтому тут часто буду перемещаться. Мне так удобнее. Вот. Вот сейчас у нас будет прикольное задание. Мне оно нравится. Оно такое. Одно из самых интересных здесь. Больше всего я не люблю вот именно в этой игре режим стрельбы. Он просто не самый интересный. Вот это гораздо интереснее, как мини-игра такая. Сейчас попробуем побить рекорд. Потому что в прошлый раз я там затупила маленько. Ещё и, блин, у меня там внезапно простуда начала проявляться. Поэтому там сильно плохо всё было с рекордом. Поэтому давайте сейчас по-быстрому как-нибудь попробуем это всё пройти. Кстати, очень красиво. Заметьте. Мне чем нравится здесь, здесь всегда очень прикольно всё делано. Несмотря на год, здесь всё очень качественно. Конечно, понятное дело, что ни с каким там GTA V или с чем-нибудь ещё, если в этом духе нашего времени, не сравнится. Но тоже неплохо, заметьте. Так, и так. Блин, хотела не наткнуться, но ладно, не получилось немножко. Так, поехали, поехали. Я просто не люблю, остановлю. Поэтому вот просто сразу наращивайте. Вот так. Здесь сюда, здесь сюда, сюда. Так. Поехали, поехали дальше. А, вот здесь будут выползающие руки. Немножко сложнее. Так, разгоняемся. О, сейчас будет самое весёлое. Вот это вот фигня. Нет, только не вылетай. Спасибо. Полетели. О, нифига, я долетела, я думала, я не долечу сейчас. Полетели. Тихо-тихо-тихо, не уползай. Всё. Может, даже сейчас ещё и рекорд поднём. Она вряд ли, конечно, но можно попробовать. Да, должны. Сейчас уже закончится эта локация. Да, новый рекорд. Круто, да? Ой, у нас ещё и новый чертёж. Что-то у него с головой. Смотрите, что у него с головой. А, вот с этой стороны нет, а сзади есть. Странно. Ладно, давайте поговорим. Ох, что-то супергероя какого-то недостроенного. Мы с вами. И брови. Слушай, сейчас я всё это читала, и смотрю на его брови. Удивляюсь. Не у Уинсона? Какого-то, а вот с него. Это вообще капец. Я не знаю, или это, может, так закупила графика, может, это, типа, волосы должны были там. Да, почему-то мне кажется, что там должны были быть волосы. Это просто графика немножко налажала. Что-то я сомневаюсь, что, блин, сделали бы ему такие брови странные. Ладно. Так, нам надо в зал Уилбора. Почему-то я каждый раз говорю правильно, но всё равно сомневаюсь, правильно ли я сказала. А, точно, нам за перчаткой. Вот за вот этой штукой. Вот это странная игра, если честно. Я вообще не сразу поняла, что тут надо делать. Хотя я играла когда-то, то есть я приблизительно помнила, но всё равно как-то. Как-то не очень. Блин, да можно это пропустить? Я всё равно это не читала и не читаю, и смысл в этом. Не люблю всякую-то фигню читать. Давай, давай. Надо сейчас выиграть тренера. Вот игра, по сути, на время, на скорость. Блин, он сейчас меня выиграет. Волочь. Так. Так. Давай, 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 давай. Уху, я с первого раза его выиграла. В тот раз я затупила, не выиграла я его с первого раза. А сейчас хорошо. Уху. Так, сладненько. Уходим дальше. Не будем пока играть. Это потом. Как только пройдём саму игру, поиграем во все эти дополнения и всю эту прочую фигню. Так. Значит, бьём первого. В смысле ты не умер? Эй, 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 ты куда? Ты слышишь? Да ё-моё. Ну чё ж ты прыгаешь-то? Ай. Не хорошая фигня. Да что ты? Вон, ура. Так, собираем эту фигню. И попёрлись дальше. Больше всего, блин, трудности доставляет поимки. Просто, чтобы в них попасть, они прыгают же ещё. Всё. Это было довольно просто. Дальше смотрим. Надо ещё одного, по-моему. По-моему, только одного осталось. Так. Пойдёмся на этого. Я не заметил. Эй, ну ты... О, нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всё. Хорошо. Поехали сразу к нему. Где он там? Привет. Так, всё. Поехали. Отдаём ему. Не всё, что ли? Я что, не всех собрала? Блин, ребят, извиняюсь. Я, походу, затупила. Давайте в гостиную. Сейчас посмотрим, кого я ещё оставила. А-а-а. Вот ты где. Я про тебя забыла, чувак. Прости. Всё. Теперь можно в Рею. Так. Ирия. Всё. Да ты издеваешься. Блин. Блин. Ребят, сори. Я не знаю, что я сегодня туплю. Мне почему-то казалось, что их мало. Что-то как-то странно. Ладно, давайте пробежимся. Посмотрим. А, вот ты ещё где затаился. Вот просто вообще, блин. В тот раз я повнимательнее была. Ну, ладно. Я думаю, вы меня простите. Я чё-то уже просто... Ай, забылась немножко. А, вот этих-то тоже надо, наверное, убить. Нет? 18. Сейчас, походу, мне их всех тоже переубивать. Тихо-тихо-тихо. Ты ещё остался. А, ну и сейчас пойди тот остался тоже. Сейчас и его уничтожать. Ладно. Чтобы, если чё, уже на миллионы раз не возвращаться. Так что давайте его добьём. Ну, вот сейчас, по-моему, там уж точно больше никого нет. Ну, сейчас вот этого и всё. Всё, полетели к нему. Ух ты её. Ура! Ой, извиняюсь, это я маленько задеваю клавиатуру. Так, ну и прилетели в подъездную, или как она называется. Вам самая милая из всех из них. Как персонаж она мне очень нравится. Знаете, какая она прикольная? Тоже, блин, игрушечка. Так, ладно. Это мы сейчас быстро сделаем. Да, я сейчас уже тупить не буду. Надеюсь... Так, стой. Подожди, бежим, бежим. А где прицелим? А, вот. Сейчас она на левую, что ли? Ладно. Так, так, и вот так. Так, сразу побежали дальше. Угу. Так, и вот так. Я, в принципе, с первого раза тоже всё быстро прошла. Что-то, в принципе, несложно для того, кто уже играл. Но, когда я играла в первый раз, я вообще не могла долго понять, что надо делать, что нет. Не отребуют и всё такое. Всё. Параосик мои запустили. Хотя, наверное, вам сейчас совсем неинтересно смотреть на то, что я уже это всё, как бы, проходила. Мне это уже всё не внову. Как бы, всё равно, наверное, ощущения не те. Но я прошу большое такое прощение. Точнее, прошу у вас большого прощения, вот так скажем. Наверное, так правильно. Или, может, я так уже сказал. Ну, ладно. В любом случае, простите меня за это. Я не специально. Не хотела, чтобы так получилось. То есть, ну, уже как получилось, так получилось. Поэтому, это будет первая и последняя серия, когда такое произошло. Я теперь знаю, как всё это устранять. Ну, в принципе, все люди учатся на своих ошибках. Так что, больше такого не будет. Всё будет хорошо. И я уж вам постараюсь пообещать. Так, все вот эти солдатики и прочее мы с вами посмотрим потом. Как бы, все эти концерт-арты. Потому что сейчас я не вижу смысла их все рассматривать. Ну, как бы, не все, а вот это просто почастично. Мы потом просто с вами возьмём и посмотрим всё, что есть. А, кстати. Ой, да, мне это надо было спросить, по-моему. Или мы уже спросили. Я вот не помню, это было уже или нет. Если честно, не помню. Ну, если чё, блин, простите за то, что пересматривать пришлось. Думаю, не самое страшное. Не знаю, мне кажется, она такая милая, что я бы даже ещё раз пять, наверное, пересмотрела бы. Так, нам из столовой ближе бежать туда. А, там же, там же закрыто. А, ну, в принципе, нам надо сначала посмотреть, что там закрыто. Потому что иначе-то они как бы поймут, что нам нужен ключ. Да, как бы, это же тоже тоже логика игр. О, боже мой. Звук такой. Так, всё, мы сейчас туда в комнату у Уилбора переместимся. Оттуда. Оттуда как раз туда. А вот куда нам сейчас нужно. Не помню, как эта вся фигня правильно называется. Сейчас восстановимся. Всё, отлично. Пересваливаем. Так, и сейчас у него просим ещё чертёжку. Так, давайте это пропустим. Всё равно понятно, где это находится. А, ну, она не пропускает. Ладно. Ладно. Разработчики, как хотите. Такс. Значит, там сейчас чё нам надо будет? Пробежать вот здесь, насколько я помню. То есть, как бы, сейчас пробегаем вот тут вот. Прыгаем. И вот ещё раз прыгаем. Как бы... А, нет. Всё. Я уже затупила. Ладно. Тут можно свалиться? А, нет, нельзя. Да, блин, ты... Ты можешь вниз упасть. Да упадишь ты. Ну, теперь ж ничего не будет. Самое страшное, это как-то заставить его отпускать. Он, как-то, через раз работает вся эта фигня. А, ну да, круто. Паркур. Ладно, сейчас сюда. И потом... А, блин. Ну... А, нет, я не ступила. Нет, всё правильно. Сюда. Сюда. И попёрли. Сейчас бы мне так же повезло, как в прошлый раз. Сейчас надо дождаться, пока вот это закончится. И тогда нам прям по таймингу будет вести. Потому что если мы пройдём... Как сказать... Прямо через этот ветер, она сдует. Тупо. Не, я, правда, из первого раза правильно прошла. Я просто помню, что там сдувает. Я, ты по мне проходишь. Так. Сюда. Всё, забираем эту штуку сейчас. Перед нитик. Так. И прыгаем вот туда. Да, давай. Сваливайся. Я знаю, что ты это можешь. Молодец. Так. Это сюда. Это сюда. Если не ошибаюсь. Да. Да. Ай, да поднимись ты. Так. Сюда. Наверх. Ещё раз наверх. И попёрли. Ну, давай-то, поднимайся. Чё-то. Он же такой дрищ. Вообще. Как он, блин, такое всё носит на себе. Мне прям его жалко. Все эти перчатки, всю эту фигню. Он же реально. Посмотрите, какой он дрищавый. Мне вот ещё интересно, сколько ему лет. По-моему, в самом мультике было сказано про его возраст. Но выглядит он где-то лет на 13-14. 14-14. Вот так. Так, стой. Так, что там надо делать с ней? Как она... А, вот, вот. Как она может. Вот, отлично. Так, больше у нас тут ничего сделать. А, у нас вот ещё что можно будет сделать. Рубашка птица. Ой, пицца. Птица. А нам чё не хватает? А, нам только вот эти к ним. Послушайте, давайте соберём. Я вот, кстати, в прошлой серии не собирала. Давайте соберём сейчас. Это дело быстрое, в принципе. Зато у нас будет дополнительная какая-то фигнюшечка. А, это хорошо. Ай, сорян. Блин, мало здесь вот этих прямоугольничков. Нам нужны именно они. Здесь у нас треугольники. Так, так, так. А наверху? О, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось же. Двадцать семь. Блин. Так. Ладно, сейчас ещё быстренько чё-нибудь порушим. Прям быстро. Просто реально интересно, чё это будет. Там, может, чё-нибудь меняется или ещё что-то. Так, 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 так. Чё можно ещё тут разбивать такого, чтобы подошло. А, вон, кстати, диванчик. Тут, по-моему, диванчики состоят и просто эти все штук. Да. Во. Всё, отлично. Там, по-моему, тридцатку надо было, если не ошибаюсь, а не сорок. Так, быстро бежим, 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 бежим. Может, сейчас костюм поменяется или ещё что-то. Я просто не помню, как здесь вот это работает. Ну-ка. Построение этого чита позволит носить рубаху пиццерии. Получим чит. Это интересно, где его смотреть? Ну-ка. Секунду. ТРТ, не то. Чертежи. Так, приборы. Здесь понятно. Сканер педия. Или сканер пения. Я даже не знаю, как правильно. Ладно, я потом посмотрю, если что, надену на него костюмчик. Сейчас после летсплея я гляну, что-то, кого куда можно поместить. Если что, в следующем видео у нас уже будет другая маечка. Ой, как же они задолбали орать, а. Так. Так, 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 давайте подвосстановимся. Шоковая терапия, блин. Так, ладно, ладно, поцерли. Всё. Сейчас будет великая встреча. Просто эти лагающие волосы. Это так круто. Сейчас будет пипец. Сейчас просто будет пипец. Мне нравится эта фигня. Потому что это сложно. Реально сложно. Иу. Иу. Блин, давай. А-а-а. Капец. Капец. Давай, 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 давай. Почти дошли. Ай. Давай, 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 давай. Быстрее. Отлично. Так. Ну и че, мы сейчас... Насколько я помню, мы сейчас как раз идём в гараж. Ну и всё. И на этом я как бы заканчиваю. А дальше в гараже мы уже будем разбираться с вами завтра. Я так думаю. Потому что сегодня я уже просто устала от летсплеев. По крайней мере, по вот таким играм. Поэтому. Так, ладно, давайте дойдём. Потому что я чё-то не знаю, есть ли тут сохранение или нет. Поэтому давайте дойдём вот до неё. Посмотрим, чё тут так акт. Всё, ну здесь, по-моему, уже сохраняется как бы. Поэтому войдём мы в эти великолепные часы завтра. А по всему, всем спасибо за просмотр. С вами была Мисс Кэт. Ждите новое видео. Всем приятных игр. Всем удачи. И пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok